Коллектив Манавар с самого начала своего существования зарекомендовал себя как чрезмерно пафосную и гротескную металлическую формацию, чей имидж явно находился под большим влиянием фильма «Конан Варвар» с Арнольдом Шварценеггером в главных ролях. Гитарист Роззе Босс признается, что музыканты действительно хотели выглядеть как настоящие варвары от металла. Первые пластинки Battle Hymns 1982 и Into Glory Ride 1983 представили миру Манавар. Но из-за во многом отсутствия должного промоушена, бюджета и как следствие сырости записей обрести должную популярность в родной Америке у музыкантов никак не получалось. Уж слишком британским по духу и материалу вышел дебютник, за исключением двух последних вещей – Тарк Эмменджер и одноименный Баттл Гимнс, в которой уже начало прослеживаться величие коллектива. Into The Glory Rides с точки зрения материала был уже более самобытным. Чужое влияние отступило в тень, отставив на суд публики по-хорошему сырой и мрачный металл первобытных в ней человечества. В Европе же творчество Манавар пришлось по вкусу, особенно в Англии – родине той музыки, которую Манавар любили всем сердцем. Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, Samson, Diamond Head – все они были родом оттуда. Теплый прием, который музыканты получили в Туманном Альбионе, сподвиг их назвать свою третью работу не иначе, как «Hail to England». По окончанию гастролей в поддержку Into The Glory Rides, которые оказались не такими продолжительными, как рассчитывала группа, Манавар отправились в Торонто, в студию Phase One, и в ноябре 1983-го за две недели записали, по словам Роса Зе Босса, целых два альбома. Причина такой плодотворности заключалась в том, что музыканты решили один раз выложиться на полную, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на студийную работу. Бюджет записи составил около 20 тысяч долларов. Продюсером новой работы стал Джек Ричардсон. Манавар выбрали его по причине того, что им понравилась композиция Battle Scar, над которой тот работал ранее. Произведение было совместной работой про грокеров Rush с канадской группой Max Webster. Рос утверждает, что песня произвела на Манавар большое впечатление. Музыканты как раз искали кого-то, кто смог бы поймать их уникальное живое звучание, которое до серии им не удалось отразить на записи, и Ричардсон показался им подходящей кандидатурой. Джек был одним из самых известных продюсеров Канады и имел свои собственные представления о концепции гитарного саунда, что, по словам Роса, пошло работе только на пользу. В студии гитарист использовал свое личное оборудование. После того, как Манавар получили свой рекордный аванс на записи, Пост первым делом купил 7 усилителей GCM-800 вместе с дополнительными 12 аксессуарами. С настройкой ему помог легендарный John Dog Steelwall, который добился от Маршалов наилучшего звучания. Впрочем, во время работы пригодилось далеко не все. Рос утверждает, что не использовал при записи никаких гитарных педалей, подключаясь напрямую к Маршалу. Основной гитарой на пластинке стал White Gibson SG Custom 1963 года. Но для записи композиций Bridge of Death и Every Town I Die, Рос использовал черный Лас Паул Кастум 1967 года, поскольку он, по словам Босса, был очень стабильной гитарой, которая влилась в музыкальное полотно так, как надо. Вдохновленный Black Sabbath для Hell to England, Рос настроил гитару в строй, которую он наименовал как До Диез. Гитарист решил, что именно так делал Тони Айоми, а значит так надо. Ритм партии Рос прописал в две дорожки, соло в основном были однодорожечные, но встречались и удвоенные партии. Благодаря инновационному подходу Ричардсона, Рос смог писать по шесть треков соло-гитары, а потом выбирать из них лучшие или соединять вместе наиболее удачные моменты. Что, как признавался гитарист, было для него тогда удивительно, поскольку ранее он ограничивался всего двумя-тремя дуплями и считал, что работа закончена. И многие соло для пластинки Hell to England родились прямо в студии. Джоуи Де Майо использовал на пластинке помимо стандартного четырехструнного баса и восьмиструнник, а также различные басовые педали. Основными же сонграйтерами Мановар, по словам Роса Забоса, были он и Де Майо. Музыканты демонстрировали друг другу свои наработки, а потом оба думали, как довести их до ума. И когда в итоге совместного музыцирования получалось что-то похожее на песню, то Джоуи уходил, чтобы написать текст. После того, как вся музыка и лирика были написаны, Мановар отправлялись на репетицию и пробовали песни уже в деле. Работали над темпами, тональностями и аранжировками. Иногда песни рождались сразу, в то время как над другими приходилось попотеть. Обложка для пластинки была нарисована художником Кеном Ланграфом, который воплотил в ней любовь музыкантов к Тору и Конану Варвару. Готовая работа превзошла ожидание Мановар. Хотя пластинка была закончена в ноябре 1983-го, лейбл не спешил выпускать ее предпочтя отправить музыкантов в ранее сорванный тур по Великобритании. Да не от них, а при поддержке оккультных хэви-металлистов Merciful Fate, занимавшихся в тот момент промоушеном своего дебютника Мелисса. Но вместо металлической синергии практически сразу возник конфликт, перетекший в многолетнюю вражду. Росс утверждает, что Мановар всегда стремились быть хедлайнерами и справедливо полагали, что Merciful Fate будут их специальными гостями, но никак не со-хедлайнерами. Когда музыканты прибыли в Англию и развернули на концертной площадке свое новое оборудование, которое ласково называли Стеной Вуду, Merciful Fate впечатленные поинтересовались, могут ли они воспользоваться им для своего сета, но получили решительный отказ. Росс утверждает, что Мануар много лет выкладывались по полной, чтобы добиться признания, потратили на создание альбомов кучу денег, постоянно были в сильном стрессе и теперь не собирались ни с кем и ничем делиться. Особенно категоричен был Джоуи Де Майя. Так что выступив один раз на сомнительном оборудовании, Merciful Fate отказались от дальнейшего сотрудничества, причем, по словам Росса, просто никого не предупредив. С точки зрения гитариста, Merciful Fate не смогли пережить унижение от того, что Мануар приняли лучше, чем их. Но я думаю, их скорее оттолкнуло отношения американцев, которые на тот момент явно уступали им по статусу, качеству музыки и визуалу. Высокомерие Мануар строилось на пафосе, а Merciful Fate были больше про быть, чем про казаться. А в общем, Джоуи Де Майя в очередной раз продемонстрировал, что он полный мудак. Кинг Даймонд, впрочем, утверждает, что все было несколько иначе. Действительно, букинг-агентство устроило совместный тур Merciful Fate в качестве специальных гостей Мануар, но с условием, что обоим коллективам будут предоставлены равные возможности в отношении аппаратуры, звука и света. Мануар же, как оказалось, не собирались соблюдать договоренность. Они даже поскупились предоставить Merciful Fate достаточное время, чтобы они смогли провести качественный саундчек и отказали в доступе к необходимому количеству каналов в микшерном пульсе. Это было явным неуважением и откровенным кидаловым. Так что Merciful Fate обсудили все это и пришли к выводу, что подобное отношение неприемлемо и принятое решение покинуть тур. Им было попросту противно работать с самозваными дутыми королями металла, которым кроме откровенного позерства и конъюнктурной музыки нечего было предоставить. Кингу было смешно потом читать в прессе гневные тирады от Мануар, которые называли Merciful Fate ненастоящими металистами и трусами. По мнению Даймонда, подобные буфонады и Мануар попросту хотели скрыть то, что были не более чем посредственной группой со средними возможностями, а то, что они ограничили датчанам возможность использовать по полной оборудовании звук и свет, было связано со страхом, что Merciful Fate придутся британцам больше по душе, чем сами американцы. И учитывая, что на тот момент Мелисса продавалась в Англии намного лучше, чем первые два альбома Мануар, эти опасения были отнюдь не беспочвенными. Пластинка Hail to England увидела свет в июле 1984-го и имела уже более существенный успех, чем предыдущие работы группы. Но о каком-то значительном признании по-прежнему не могло идти и речи. Hail to England построен вокруг простой и эффективной музыкальной формулы. Это быстрый, веселый металл, не отягощенный интеллектуальными изысками. Простенькие куплеты и яркенькие припевы при минимализме использованных инструментов. Такой, знаете, упрощенный Iron Maiden для тех, кому сложно усредить за творческой мыслью британца. Heavy металлический фастфуд в лучших традициях Америки. На Hail to England эта конъюнктура еще не так сильно читается исключительно по причине приятной сырой варварской андеграундности продакшена и мощного вокала Эрика Адамса. Но последующие работы, особенно всытые и статусные для Мановар годы, прекрасно продемонстрируют это. Тяжелые рихвы, насыщенные соло, бурлящий бас при поддержке агрессивных барабанов создают плотный каркас для вокальных изысков. Как и меню в Макдоналдсе, Мановар демонстрируют неискушенному слушателю меню из семи блюд. Причем одно из них не более чем нелепый оператив к финальному действию. Как коммерческий продукт, Hail to England безусловно отлично продуман. Музыкальные полотна разворачиваются последовательно, достигая апогея в финальной монументальной попытке создать Epic Bridge of Death. Не говоря уже о двойном аммаже фан-базе. Сначала английской, в заглавной, Hail to England, затем всем остальным. Вне зависимости от их географической привязки в Army of Immortals. Но поскольку мы знаем, что на тот момент для Мановар было жизненно важно продолжить покорение Англии, пластинка получила название в честь Hail to England, а не более логичную, для концепции группы Army of Immortals. Да и вторая вещь была более хитовой, пусть и затянутой, но не такой неуклюжей, как заглавная. Правда, её источник вдохновения в лице Number of the Beast Iron Maiden музыкально был более разнообразен. Ну, что ж поделать. С точки же зрения действительно настоящего металла, за исключением некоторых инструментальных моментов финальной Bridge of Death, всё остальное вполне себе коммерчески жизнеспособная музыка, не имеющая ничего общего. Ни с Black Metal'ом первой волны, ни с трэш-металом, то есть со всей той музыкой, которую на тот момент можно было бы назвать действительно True Metal. Нет, то Манавар было намного больше общего с коммерческим хард-роком 70-х, Хэйр, Мэталом, Аором и банальной поп-музыкой. А если не верите, то послушайте пластинки тех лет, уже упомянутых Mercy, Full Fate, Мелисса и Don't Break the Off, Venom, Welcome to Hell и Black Metal, Metallica, Kill Em All и Ride the Lighting, Slayer, Show No Mercy и, пожалуй, хватит. Главная же срань пластинки Hail to England, иначе уж простите, друзья, это не назовёшь, заключена в том самом оперативе Black Arrows. Ещё до того, как всё начнётся, вы услышите исполненный пафоса голос, сообщающий, что «Пусть каждая нота, что я сейчас сыграю, будет чёрной стрелой смерти, вонзившийся в сердце тех, кто играет в фальшивый метод». Это не eruption Эдди Ван Халлина, это просто эпилепсия на струнах, призванная, по всей видимости, произвести на кого-то впечатление. С самого начала у Джо Де Майя, бас-гитариста и лидера группы, были комплексы относительно признания его таланта, и он постоянно пытался доказать всем, что он кто-то больший, чем автор средних и посредственных песенок. Наверное, по этой же причине его бас звучит намного чаще громче, чем гитары. Один раз ради интереса Black Arrows послушать можно, но в дальнейшем велика вероятность, что вы просто будете её пропускать. Пластинка Hail to England продемонстрировала уже более причёсанный, тестостеронный, псевдо-варварский металл группы. Сами Манавар в то время, по словам Роса Зе Босса, называли свой стиль пауэр-металом. Гитарист вообще считает пластинку одной из лучших работ группы. Безусловно, в отрыве от контекста эпохи, Hail to England воспринимается как добротный образец коммерческого хэви-метала, адаптированного для американских реалий. Много пафоса, наигранной маскулинности и агрессии, но всё очень расчётливо, с явным намёком на большую прибыль. Но в сравнении с современниками, Манавар явно проигрывают всем. Васп Блэки Лоулеса, использующий ту же формулу коммерческих варваров от металла, звучали более убедительно. А их материал и исполнение, да и продакшн, был на голову выше. Hail to England пытается убедить слушателей, что перед ними монолит дикого, самого правдивого металла на свете. Но одно то, что партии Скотта Коламбуса минималистичны и часто однообразны, а тарелок почти не слышно. Гитары Росса за босса часто вынуждены уступать первый план басу, который редко демонстрирует что-то по-настоящему интересное, говорит о том, что Манавар не те, за кого так отчаянно пытались себя выдать. Если бы не скрепляющий всё, мощный вокал Эрика Адамса, Манавар, как и многие другие хэви-метал коллективы тех дней второго и третьего эшелона, скорее всего, скончались бы в судорогах к середине 80-х, не выдержав конкуренции с трэш-металом и хайр-металом. Пластинка Hail to England могла бы стать намного лучше, чем вышла, если бы Манавар так не спешили и не стали записывать сразу два альбома одновременно. Часть композиций определённо звучат сыро и не проработано до конца, а другие и вовсе не стоило бы включать в альбом. Ведь финал Hail to England вышел смазанным и скомканным. Попытка прыгнуть выше головы в Black Arrows и Bridge of Death провалилась. Про первую я уже сказал, а вторая вышла слишком ленивой и вальяжной, в какой-то момент просто-напросто теряешь к ней интерес, а сатанинская релика опять же была всего лишь навсего коммерческим приёмом. Вот вы только представьте, что было бы, если Манавары взяли лучшее с Hail to England и объединились с лучшим с Eye of Hammer, и хорошенько бы это проработали и довели до ума. Но, увы, история не знает слагательного наклонения. Пластинка Hail to England Манавар придётся по душе тем, кто только-только начинает знакомство с мейнстрим-металом, и тем, кто знаком с такими его проявлениями, как отечественная ария и кипелого, и кому хочется немножко экзотики, и тем, кто хочет пережить приступ уютной ламповой ностальгии. Hail to England демонстрирует Манавар, которые ещё пытались творить и хотя перебарщивали с пафосом и позой, но ещё окончательно не выродились в самопородию, переплюнувшую великих Spinal Tap. И знаете, самым уместным названием для той музыки, что играют в Манавар, будет Wrestling Metal. Ведь в рестлинге такой же гиперполизированный пафос, гротескная маскулинность, латентный гомосексуализм... и уверенность в том, что ты лучше других. Какие дела? Друзья мои, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова